Мы в прямом эфире. Здравствуйте в нашей студии. Ольга Васильевна Пилипенко, ректор АГУ имени Тургенева. Наш телефон 761028. Трансляция на нашем портале obladin.ru и в эфире экспресс-радио Орел. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Спасибо, что пришли. Ольга Васильевна, сегодня я предлагаю начать нашу беседу с федеральной повестки. Прямая линия нашего президента действительно стала одной из главных тем обсуждения. Вы смотрели, как все проходило? Да, смотрели, конечно. И с одной стороны хочется отметить то, что действительно самые актуальные проблемы обсуждали, связанные с социальной политикой и образованием, здравоохранением и качеством жизни. И традиционно хочется, конечно, сказать о том, что у президента есть ответы на все вопросы. И об одном мероприятии я еще хочу с вами поговорить. Аграрная неделя – это также значимое мероприятие в масштабах нашего региона. Я знаю то, что вы сегодня принимали участие в Дне поля. Что представлял ВУЗ? Мы принимаем второй день уже участия в этом мероприятии и третий год. Вчера мы работали в рамках научной конференции, где рассказывали о цифровизации в сельском хозяйстве. А сегодня уже на базе Шатиловского мы представляли свои достижения в области переработки продуктов питания. Это хлеб, это молочные продукты. Одно из новых экспонатов и новых направлений, вернее, направление само не новое, но экспонаты, которые представлены новые – это пчелы среднерусской породы, которая выводится нашими учеными уже многие годы. Но на площадке Агрофорума это было представлено впервые. И вызвало большой интерес. Что касается хлеба, наши хлебокомбинаты уже взяли на вооружение ваши технологии, ваши рецепты? Наши хлебокомбинаты работают уже многие годы по тем патентам, которые разрабатывают вместе с нашими учеными. И в первую очередь это все хлеба, которые выпекаются для здорового диетического питания с использованием спирулины, с использованием антиоксидантов различных, с использованием различных добавок, натуральных добавок, таких как морковь, свекла, орехи, семечки. И они пользуются популярностью на самом деле и у нашего населения. И круг вот таких патентов и технологий расширяется каждый раз. Я даже знаю сладости у вас какие-то такие необычные. Да, и сладости тоже с использованием, только из натуральных продуктов. И целая группа функционального питания для детей, целая группа функционального питания для диабетиков разработана. И они действительно пользуются популярностью и выпускаются в промышленности. Не только крупными хлебопроизводителями нашими, но и малыми пекарнями по этим же рецептам. Ну и конечно же образование, высшее образование. Главная тема нашей сегодняшней беседы, немного статистики. По последним исследованиям высшей школы экономики, Орловщина находится на шестой позиции с точки зрения образовательной привлекательности. Ваша лепта какова в этом? Действительно, озвучено то, что Орловская область становится более привлекательна в образовании, было на апрельской конференции, которая проходит традиционно высшей школы экономики. В ней принимают участие ведущие ученые и ведущие политики. Не только нашей страны, но и со всего мира. И когда мы обсуждали вопрос привлекательности регионов с точки зрения образования, конечно, в первую очередь ставили этой национальной толерантности, доступности образования и количество мест, которые выделяются для обучающихся. Но и возможности местной системы образования не только нашего университета, но и те, которые сегодня есть в регионе, качественно обучать студентов, абитуриентов. И это было отмечено в том числе на таком серьезном уровне. Мы находимся выше таких научных и образовательных центров, как Санкт-Петербургские университеты, как Томские даже университеты по некоторым позициям именно с точки зрения привлекательности. Но здесь, наверное, еще и графический фактор играет роль. Но и вместе с привлекательностью региональной высшего образования обсуждался вопрос и о качестве выпускников с точки зрения их трудоустройства. И мы тоже находимся на достаточно высокой позиции. Правда, было отмечено то, что научно доказано, что 25% из наших выпускников покидают Орловский регион и уезжают работать в Москву. Мы, с одной стороны, гордимся тем, что высокую оценку дают качеству образования. Но, с другой стороны, у нас 40% иногородних. Поэтому 25% из тех, которые заканчивают обучение, уезжают все-таки... Домой, наверняка, и жители Подмосковья тоже у нас учатся. Все-таки 15% остается здесь. Да, это отрадно. К рейтингам можно относиться по-разному, но есть такие действительно серьезные рейтинги, которые заслуживают внимания. Недавно стало известно, что опорный ВУЗ вошел в топ-25 лучших ВУЗов мира по версии глобального рейтинга. Что это значит и закономерен ли такой результат? Ну, вообще-то рейтингов существует множество. Самым престижным считается рейтинг КЮЭС. Далее таким же престижным. Но в другом направлении. Это ТИЧ-рейтинг, это международные рейтинги, которые оценивают. КЮЭС оценивает науку. И здесь ВУЗы, которые ходят в первую сотню университетов, это в основном те ВУЗы, которые подготавливали в своей истории нобелевских лауреатов. Те ВУЗы, которые имеют историю более 250-300 лет. В рейтинге ТИЧИ, это рейтинг предметный. И оцениваются ВУЗы с точки зрения и работодателей в том числе. Но по предметам, по дисциплинам, как трудоустраиваются в первую очередь выпускники, как они востребованы на рынке, в большей степени он ориентирован на классические университеты и на такие фундаментальные навыки, как математика, физика, естество знания, химия и так далее. Мы участвуем в рейтинге ТИЧИ, до КЮЭС мы пока еще не пробились. Но, по крайней мере, мы присутствуем там не на очень высокой позиции, но мы там есть по отдельным предметам. Еще раз подчеркну. Есть очень престижный, молодой сравнительно рейтинг, шанхайский рейтинг, в котором первая позиция занимает все-таки выпуск Нобелевских лауреатов. Мы пока туда не рассматривали себя, но в КЮЭСе, в ТИЧИ мы себя оцениваем и начинаем туда пробиваться. Рейтинг, мультирейтинг, в котором мы участвуем третий год, он действительно оценивает позицию ВУЗа по всем категориям. По количеству студентов, по возрасту университета, по расположению и по климату, в котором находятся университеты, по привлекательности, по трудоустройству, по оценке работодателей, по оценке коллег. Поэтому мы сделали существенный такой скачок в этом рейтинге за три года, находясь на позиции за тысячи. В прошлом году мы были на позиции около 600-й. Сейчас мы пробились, потому что большая работа проделывается не только с заполнением базы данных, которые в рейтинге оцениваются, но и большая работа с нашими партнерами. И с ВУЗами партнерами, и с предприятиями, и с работодателями. Причем ВУЗ сотрудничает с Нобелевскими лауреатами. Да, это тоже важно. Но мы немножечко теряем, допустим, в рейтинге Интерфакс теряем позиции, потому что мы проходили процесс объединения, и та база, и переименование университета. База Орловский государственный университет, Орловский технический университет, УНПК был, Приокский университет. Эти базы надо все аккумулировать и ввести под одну Орловский государственный университет имени Тургенева. Поэтому 100-летняя история найти, вытащить всех, кто каким-то образом аффилирован с университетом, и занести в эту базу. Вот этой работой мы занимаемся. И когда мы это сделаем, я думаю, что мы поднимемся в рейтинге ТИЧИ и в рейтинге нашем Интерфакс. И сегодня новый рейтинг, этот ремиссии университета, инициирован нашим Российским союзом ректоров. Он достаточно жесткий на уровне ТИЧИ, на уровне ОКС рейтинга. Мы тоже начинаем набирать там потихонечку свои позиции, отслеживать, что нам нужно делать для того, чтобы в этих рейтингах занимать хорошие места. Ольга Васильевна, у нас первый звонок. Послушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Давайте представимся. Меня зовут Марина. Я бы хотела вам задать такой вопрос. Я знаю, что во многих университетах, когда поступают абитуриенты, то помимо вступительных испытаний, помимо баллов ЕГЭ, начисляются еще дополнительные баллы. Скажите, пожалуйста, за что можно получить такие баллы при поступлении в Орловский государственный университет? Спасибо вам большое. Спасибо, Даня, за вопрос. Действительно наступает пора приемной кампании, и многих абитуриентов, родителей волнует вопрос, за что все-таки будут баллы, кроме ЕГЭ. Да, и у нас также правилами приема прописано о том, что абитуриент может формировать свое портфолио и набирать дополнительные баллы за участие и победы в Олимпиадах, за спортивные достижения, за участие в различных мероприятиях, связанных с культурно-массовыми мероприятиями, то есть там, где он является победителем, участником, различные баллы. Если он у нас принимал активное участие в наших Олимпиадах внутривузовских. Поэтому вся информация есть на сайте университета, но тем не менее портфолио достаточно понятное, простое. И приносите все свои грамоты, все свои достижения, какие есть. Я думаю, что вы наберете эти сокровенные 10 баллов дополнительно. Но вот действительно особенности приемной кампании, тема сейчас очень актуальна. Есть ли новшества в этом году? В этом году он из самых фундаментальных новшеств, которые произошло, это вопрос, связанный с целевым приемом. Если раньше целевой прием осуществлял по договору ВУЗ с предприятием, и направление было на конкретного абитуриента, то теперь университет практически в этом не участвует. То есть предприятие, организация, которая направляет абитуриента на целевое обучение, заключает договор непосредственно с ним. А университет формирует только саму программу под это целевое обучение. Это одно из фундаментальных. В остальном, в принципе, остаются те же правила. Немножко изменились правила, касающиеся приема по среднепрофессиональному образованию. Также формируется портфолио, которого ранее не было. Но в остальном, в общем-то, такие же, как и в прошлом году. Ориентироваться надо на ЕГЭ, и если это творческие какие-то специальности, на творческие экзамены. Какое количество студентов вы ждете? Традиционно у нас бюджетных мест контрольных цифр приема, которые выделены по разным направлениям, в том числе и СПО, и магистратура, и бакалавриат. Это более трех тысяч мест, но мы будем принимать, конечно, студентов в сверхконтрольных цифр приема. Я ожидаю, что прием будет не менее пяти с половиной тысяч человек. По бюджетным местам их стало больше или меньше, чем раньше? И как мы смотримся по сравнению с другими вузами? Есть корректно, конечно, сравнивать. У нас бюджетные места не сократились. Тем не менее, мы работаем только под сокращение бюджетных мест, связанных с заочным обучением. И то мы это делаем умышленно, потому что мы вводим электронное образование, онлайн-образование, дистанционные технологии на очной форме обучения и на очно-заочной. Постепенно мы делаем такой переход. Поэтому заочные места мы сокращаем, но очные места у нас больше в этом году, чем было в прошлом на бакалавриате. Магистратура примерно осталась на том же уровне, по-моему, на 80 мест у нас меньше только. По сравнению с другими вузами, у нас очень высокие цифры приема, не только Орловского региона, но и соседних университетов. Это опять же говорит о привлекательности на том месте, которое мы занимаем. У нас очередной звонок. Послушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, вы вот ректор Польского корпуса тоже, наверное, да? Почему такой бардак у вас там около этого института? Памятник Пушкину, юбилей был. Лавочки грязные, не крашеные. Одна лавочка, но боком. А рождение все ржавое. Вот это Пушкину, Пушкин юбилей был. Столбы стоять напротив, чтобы никто к вашему институту не подходил. Ржавые. Еду позавчера, укладываю в общежитии, бутылки валяются при входе. Мусор валяется. Вы уже себя чувствуете, что вы в доме сидите. Спасибо, мы постараемся ответить на ваш вопрос. Вам спасибо. Нет, я отвечу на этот вопрос абсолютно согласна с теми замечаниями, которыми делятся. Но, к сожалению, земля, которая находится вокруг Польского корпуса, не находится в управлении университета. Использовать средства свои университета для того, чтобы красить, белить, убирать ее, мы не имеем права просто, потому что мы являемся бюджетным учреждением. Субботники, тем не менее, мы организовываем, мы убираем. Но абсолютно согласно замечаниям, которые сделаны, это не просто замечания, действительно, это крик души. И, тем не менее, мы не просто стараемся убирать, приводить корпуса в порядок. Мы делаем освещение, подсвечиваем корпуса вечером, чтобы это было место привлекательно. И, конечно, среагируем мы на ваше замечание, по крайней мере, силами волонтеров, силами сотрудников проведем субботник для того, чтобы привести эту площадку в порядок. Ольга Васильевна, а мы вернемся с вами к приемной кампании. На какие специальности вам бы хотелось обратить сегодня внимание? У нас спектр специальностей достаточно большой. И практически из всех укропленных групп, которые сегодня реализуются в стране, все группы есть и у нас. Это более 36 укропленных групп направлений и специальностей. Но в рамках этих укропленных групп мы открываем новые профили, новые наборы. И один из самых перспективных профилей – это цифровые технологии по отраслям. Это направление связано с цифровизацией, с искусственным интеллектом, с нейросистемами, с интернетом вещей, с мобильными приложениями. Но не только с точки зрения программного обеспечения, но и с точки зрения микроэлектроники, с точки зрения экономики, CDO-менеджеры, которые должны управлять в рамках цифровой экономики, будут готовиться в этих направлениях. То есть это вот новое, то, что отличает нас сегодня от других соседних университетов. Мы на эти программы приглашаем специалистов и своих специалистов. Переобучили в течение года, научили, сделали такую серьезную прокачку, чтобы они были готовы к реализации этой программы. Но, конечно, в каждой программе, которую мы реализуем, есть свои новшества, которые вводим. Серьезное внимание мы уделяем сейчас и воспитанию, патриотическому воспитанию, краеведению. Во всех программах вводятся элементы краеведения, вводится теологическое образование по всем направлениям. То есть это такие модули, которые будут внедряться. Поэтому, в общем-то, мы не стоим на месте. Стандарты новые, которые пойдут с 1 сентября, они позволяют адаптировать программу еще под конкретного заказчика. То, что мы и делаем. У нас очередной звонок. Послушаем телезрителя. Здравствуйте. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Как вас зовут? Меня зовут Игорь. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, изменится ли правило для выпускников техникумов, колледжей при поступлении в институт? Не будет ли введен ЕГЭ для них? Спасибо вам большое. Спасибо. Нет, в этом году правила действуют такие же. Еще раз подчеркиваю то, что теперь выпускник колледжа или техникума может также сформировать портфолио. То есть свои достижения, которые у него были сделаны. Это могут быть соревнования в WorldSkills, это могут быть Олимпиады, это могут быть достижения в спорте. Они добавят ему дополнительные баллы. А так на сегодняшний день выпускники колледжев и техникумов сдают внутренние экзамены в каждом университете, в каждом институте. Ольга Васильевна, что планируется сделать в ближайшее время для улучшения быта как студентов, так и преподавателей? Наверняка есть такие люди, которые нуждаются в решении своего квартирного вопроса. Ну, мы, естественно, сформировали и свою очередь для преподавателей, для сотрудников, для того, чтобы хотя бы оценить, насколько мы сегодня нуждаемся в жилье. Эта очередь более чем из 80 человек. Совершенно разные категории наших сотрудников, преподавателей находятся в этой очереди. Этот вопрос неоднократно мы ставим перед правительством Орловской области. На сегодняшний день мы стараемся и снимать жилье, и расселять в тех площадях, которые у нас есть, свободно. Но, к сожалению, у нас в общежитиях все занято. Мы в этом году впервые взяли в аренду общежитие. Мы брали часть, но в этом году будем вынуждены брать целое общежитие в аренду. И нам предстоит, конечно, его привести в порядок, отремонтировать за лето, создать там условия для ребят. Мы действительно очень много, 10 общежитий. Большие средства вкладываем и в ремонт, и в обновление мебели, и в состояние душевых мест общего пользования. Но, тем не менее, конечно, в этом проблема существует. И надо расселять, и надо делать более комфортные условия. И надо делать не только внутри общежития, но и вокруг территории, кстати, о чем сегодня был задан вопрос. Надеюсь, что мы вместе с правительством, потому что запланированы мероприятия, и по приведению в порядок в парк комсомольский, по программе как раз дворовых территорий. И надеюсь, что мы будем потихонечку все равно двигаться вперед, для того, чтобы приводить и создавать комфортные условия для студентов. Не на всех корпусах. В некоторых местах у нас просто нет возможности, потому что нет земли. Нет условий на территории создать. Но в корпусах, конечно, мы за лето будем делать ремонт и вообще жить в корпусах. И у нас очередной звонок. Послушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Расскажите, а какими достижениями ВУЗа в регионе вы гордитесь больше всего? Спасибо вам большое. Самое большое достижение ВУЗа – это наши студенты, это наши преподаватели, педагоги. Но это действительно достижение, потому что сегодня студентов или обучающихся, как по закону образования принято говорить, по самым разным формам обучения у нас 21 тысяча. Это и школьники, это и студенты, которые обучаются на программу среднепрофессионального образования и высшего. Это иностранные студенты, а их уже более 2,5 тысячи на подготовительном факультете, на общих программах. И, конечно, то, что наш город наполняется молодежью, и то, что молодежь все-таки в университетах учится не только образованию профессии, но и культуре, и духовности, мы стараемся это делать, стараемся это однозначно. Вот я считаю, что это самое большое достижение, то, что город у нас становится более молодым, более красивым. Но и те достижения, которые прошли в последние годы, это и волонтерские движения, которые появились очень серьезные. Посмотрите, любое, не просто мероприятие проход, а то, что они делают для людей совершенно разных социальных групп, разных в состоянии здоровья, и волонтеры-медики, и волонтеры преклонного возраста, серебряного возраста, и молодые наши школьники, поисковые отряды в рамках волонтерства. Это действительно движение, которое сплачивает людей, это и есть патриотическое воспитание одно. Но и мы серьезные прорывы делаем, конечно, и в науке, и в образовании. Хотелось бы о таком глобальном проекте поговорить с вами, кампус для цифровой промышленности. Какова предыстория появления этого проекта? Когда стартует он? Стартует проект 1 июля. Пилотный проект стартует 1 июля. За этот год, 19-20 учебный год, мы опробируем новые образовательные программы, которые будут... Особенность это сквозное, система сквозного непрерывного образования, в которой будут участвовать школьники, студенты СПО, студенты-бакалавры, магистры и тьютеры с предприятий, с организаций различных. Эта система будет не просто обучать студентам новым технологиям в области цифровой промышленности, цифровой экономики, но в первую очередь в рамках обучения будут выполнять конкретные проекты. Проекты амбициозные, которые не выполнялись никогда. В частности, пилотный проект стартует 1 июля, когда группы команды будут программировать беспилотные летательные аппараты на самые сложные задачи, на замкнутых пространствах, по определенным траекториям, по поиску предметов, по переносу предметов, те, которые еще не решались, есть особенности такие. Они будут работать и программировать нейросети, это тоже интересное направление, причем то, которое пока у нас в регионе не очень сильно развивалось. А дальше эти же группы мы будем добирать, дальше следующий отбор будем вести. Они будут заниматься уже реинжинирингом, то есть они будут смотреть, как перейти от программирования к железу, почему не получается там правильно выполнить тот или иной код, запрограммировать, что необходимо изменить в конструкции самой. Это интересная задача. Мы планируем, что за 19-20 год у нас пройдет обучение до Нового года 300 человек, после Нового года уже из других регионов мы будем привлекать в эти группы, причем еще более 2000 человек, да, а с 20-го года, с 1-го сентября будут уже реализовываться программы, основные программы, то есть мы будем ввести на них набор. Особенность в том, что ребята будут не только работать здесь, на площадках университета, но они будут в распределенной сети работать, выполняя такую командную работу, обмениваясь через онлайн-платформы всеми своими достижениями, а потом заканчивается каждый этап, будет соревнованиями. И лучшие будут, конечно, отмечаться и проходить дальше. Не могу сегодня не задать вопрос, который интересует многих. Впереди выборы в Госдуму. С какой программой пойдете на выборы? Уже начали ее составлять, формировать или она уже есть у вас? Программа формируется вместе с нашими избирателями, вместе с нашими жителями. И как коренной житель Орловской области я прекрасно понимаю те проблемы, которые сегодня существуют. И, конечно, программа должна быть нацелена, на мой взгляд, в первую очередь, и на повышение качества образования, и на те условия, в которых обучаются не только студенты, но наши дети, наши студенты техникумов, также и высшее образование. На тех условиях, где обучаются, и где они проживают, и кто их учит, и как их учат. Очень серьезная проблема, которая у нас существует, это здравоохранение. И не только с точки зрения того, что не потому, что у нас плохие врачи, а потому, что нам их не хватает. И что нужно сделать для того, чтобы они оставались у нас работать, что нужно сделать, чтобы они повышали свои квалификации, чтобы у них были предоставлены определенные возможности, свободы. Это очень важный вопрос. Ранняя диагностика заболеваний, которая не очень на хорошем уровне у нас сегодня. Вот что мы должны сделать, вот это основные. Ну и, конечно, еще раз подчеркиваю, это те условия, которые должны в программе, мы должны подумать вместе с нашими избирателями, вместе с нашими жителями, что мы должны сделать, какие наказы они дадут мне для того, чтобы наша область стала и инвестиционно, и инновационно привлекательной, и чтобы, самое главное, каждый житель чувствовал себя в ней комфортно и счастливо. Мы пообщались с орловчанами. Давайте посмотрим, что они вам сказали. Ольга Пилипенко Хотелось бы обратить внимание Ольги Пилипенко на формирование наших фондов книжных, особенно для детей. Я считаю, что книг для детей новых, хороших, в библиотеках, ну, просто не то, что недостатков, просто нет. Сильно надо обратить внимание на, прежде всего, на дороги, которые у нас в состоянии плачевном очень. Во вторую очередь, конечно, детская занятость. Детская занятость оставляет желать лучшим очень дорого детей, отдавать какие-то секции элементарные, там, площадки какие-то. Очень мало зонок, где можно провести время безопасно для детей. Желаю ей удачи в выборах, потому что я с ней не знакома, но я слышала, что она прекрасный человек, я думаю, у меня все получится. А какие вопросы решить в Орловской области, честно говоря, я не знаю, потому что я приезжая. Но думаю, что-нибудь для студентов, возможно, для развития их в творческом каком-то потенциале или в привлечении их к социальной деятельности. Это верное решение, и ей нужно как можно лучше, больше прислушиваться к мнению народа, который хочет сделать жизнь в нашем городе и в области в целом гораздо лучше, красивее город, чтобы был, и работы, чтобы была людям, потому как работы очень мало. Уделять внимание будущему депутату, местным жителям Орловского района, дороги, чтобы были прочищены, чтобы было все вкусно, чтобы не было никаких хламов. Дороги укрепить? Да. Не то, что в Орле, а по району, по всему району. Плодотворной работой, чтобы она боролась за нашу область. Вот такие мнения, Ольга Васильевна. Очень приятное и хорошее мнение. То, о чем мы и говорили. Действительно, вопрос у детской занятости очень неострый. Поэтому и в том числе вот этот кампус, о котором мы с вами говорим, проект, он тоже направлен на это. И это очень серьезная задача. Действительно, детей не потерять, а дать им развиться и дать им проявить себя в самых разных отрастях. За детьми будущее, конечно. Любая мать, любой отец, любая бабушка переживает в первую очередь за своих детей. Ольга Васильевна, и не могу сегодня не спросить по поводу национальных проектов. Какие задачи предстоит решать нашему главному вузу, ну и в целом, конечно же, Орловскому региону в сфере поставленных задач главой государства? Все. Все проекты. Потому что каждый национальный проект, имея федеральные программы, позиционируется не только на федеральном уровне, а и есть региональные паспорта. Какие-то сделаны в совершенстве, какие-то еще модернизируются, оптимизируются и дорабатываются. И университет в обязательном порядке участвует своими кадрами, своими студентами, которым придется реализовывать эти национальные проекты на самом деле на нашей территории. Мы очень активно работаем и с правительством Орловской области по каждому направлению, связанному с национальными проектами. И времени у нас немного, потому что 24-й год наступит тогда, когда мы не успеем обернуться. Очень хочется, чтобы наш регион в каждом национальном проекте, в каждой федеральной программе имел свое место, свои целевые индикаторы и стремился их добиться. У нас очередной звонок, послушаем телезрители. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Елена. Здравствуйте, представьтесь. Елена. Меня зовут Елена. Да. Да. Мне хотелось бы узнать, как в ОГОО стоят дела с дистанционным обучением. Спасибо вам. Мы развиваем это, но хочу сказать о том, что дистанционное образование у нас традиционно появилось одно из первых вообще в стране. У нас есть контент, который наполнен всеми методическими рекомендациями, который предоставляет возможность преподавателю общаться со студентом. Но, к сожалению, нормативная база, законодательная база изменилась настолько, что теперь дистанционное образование должно лицензироваться отдельным образом. Поэтому в рамках предстоящих мероприятий, связанных с лицензированием новых специальностей, мы будем подавать документы на лицензирование дистанционного, хотя оно есть, по сути дела мы его и ведем, и на лицензирование онлайн образования. Хотя по онлайн образованию очень серьезное, немного отличается от дистанционного. Дистанционная проблема в том, что человек должен себя идентифицировать каким-то образом, преподаватель должен узнать. Вот это один момент, такой камень преткновения, который мы сейчас прорабатываем. Несмотря на то, что, еще раз говорю, у нас есть там пароль и логин, и все это по входу. Но требуется визуальная идентификация. Онлайн образование – это очень серьезная база не только тех данных, которые должны быть представлены в виде методической учебной литературы, но это и различные сопровождающие материалы, которые выполнены в виде видеофильмов, роликов различных. Решение задач в реальном времени должно обеспечиваться. Ссылки и гиперссылки на различные материалы, которые находятся не только на наших источниках, но и на других. И самое главное, что любой источник, который выкладывается в открытую систему, он, конечно, должен быть проверен и на плагиат, он должен быть проверен на достоверность, он должен быть рекомендован научным и образовательным сообществом. Поэтому работа в этом ведется, но дистанционные технологии у нас есть и на заочной форме обучения, и на очной форме, и модули отдельные реализуются в таком виде. Ольга Васильевна, впереди у вас напряженный период, а в отпуск собираетесь ли? Нет, пока не собираюсь, пока у нас идет приемная кампания, но если я пойду на выборы, если я зарегистрируюсь на выборы, конечно, я буду вынуждена, согласно закону, уйти в отпуск, но это будет вторая половина июля. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, приходите к нам еще с вами, очень приятно общаться. Спасибо. Спасибо вам большое. Это была программа «Актуальное интервью», повтор смотрите в воскресенье на первом областном, а видеоверсию на вашем сайте obladin.ru. До новых встреч. Субтитры подогнали Симон.